Здравствуйте! С вами Дара. Сейчас я вас ознакомлю с лекарственными свойствами пыжмы обыкновенной. Для этого я буду использовать материалы книги известного травозная Попова Алексея Петровича, которая издана в 1969 году и называется «Лекарственные растения в народной медицине». Пыжма обыкновенная. Другие названия. Дикая рябинка, полевая рябинка, девятильник, девятибрат. Семейство сложноцветных. С лечебной целью используют цветки и плоды растения. Распространена в умеренной зоне, растет на полях, по межам, на лугах, в рощах, между кустарниками, близ дорог и жилья. Пыжма обыкновенная, многолетнее, довольно грубое, прямостоячее растение. До 1 метра высотой. Образуют несколько стеблей. Стебли бороздчатые, голые, реже опушенные, несколько деревянистые, верхней части ветвистые. Листья очередные, при растирании сильно пахнут. Сверху темно-зеленые, снизу серовато-зеленые. Нижние листья черешковые, стеблевые, сидячие, плотные и крупнозубчатые. Сами цветочки желтого цвета, собранные в корзинке, на верхушках стеблей. Плоды семянки, без чубка. Цветет растение с июня по сентябрь. Заготавливают молодые цветки его в июне-июле, а зрелые плоды осенью. Все растение имеет характерный камфорный запах, так как содержит эфирное масло, камфорное масло, в состав которого входит глистогонное вещество, убивающее аскориды. Есть в растении и дубильные вещества. В научной медицине пыжму применяют как глистогонное средство, и к тому же препарат из этого растения строго дозируют, так как оно считается ядовитым. В народной медицине пыжму обыкновенную используют довольно широко. Отвар цветков и плодов пыжмы является эффективным средством для изгнания аскориды остриц, а иногда и ленточных глистов. Этот лекарственный препарат часто употребляют женщины, когда у них прекращается менструация. Применяют его также при желтухе, при нарушениях функциональной деятельности желудочно-кишечного тракта. Кроме того, используют цветки и плоды растения как успокаивающее средство от ломоты при ревматизме, головной боли, ипохондрии, эпилепсии, при женских болезнях. Препарат из этого растения часто применяют как противолихорадочное и слабительное средство, а также средство для изгнания остриц. Так как пыжма в известной степени ядовита, она относится к противопаразитарным средствам. Во время исследований замечено, например, что цветки и листья этого растения в течение 15 минут парализуют мух на 100%. В народе пыжма довольно известна как средство, отгоняющее насекомых, мух, блох и заменяющее собой нафталин в борьбе с молью и клопами. Инсектицидная сила пыжмы известна также мясникам, которые порошком из травы и цветков это растение посыпают свежее мясо. Для предохранения его от мух, которые тогда не откладывают на мясе яичек. Ввиду того, что растение это ядовито, при употреблении пыжмы с лечебной целью требуется строгая дозировка. При беременности она противопоказана. Способы применения. Отвар цветков при воспалении кишок. 5 грамм пыжмы на стакан кипятку. Выпить в 3 приема. Порошок из цветков с медом. 2-3 грамма. 2-3 раза в день. Настойка. По 30-40 капель 3 раза в день при болезнях желудка. Клизма, которая применяется при изгнании остриц. 1 столовую ложку порошка из плодов пыжмы смешивают с 2 средними зубчиками чеснока. И в течение 10 минут варят в 2 стаканах молока в закрытом сосуде на легком огне. Процеженное и введенное еще теплым содержимое клизмы надо стараться задержать внутри подольше. Эту процедуру можно повторить. Лекарственные растения и корни вы можете купить в нашем магазине. Ссылку смотрите в описании. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова